Сегодня состоялась 59-я сессия депутатов регионального парламента. Для шестого созыва это заседание было последним. Уже в сентябре пройдут очередные выборы в Народное собрание Карачаева-Черкесии. Депутатов за совместную плодотворную работу поблагодарили. Глава республики Рашид Тимрезов и председатель парламента Александр Иванов. Подробнее о последней для нынешнего состава депутатов сессии в сюжете Артур Амкце. Завершающая для депутатов регионального парламента шестого созыва сессия началась с минуты молчания по жертвам Севастополя, Махачкале и Дербенте. Далее представителей Народного собрания поблагодарил за эффективную законотворческую деятельность глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Я хочу каждого из вас поблагодарить. Многих из вас позвонят лично и за многим уже дадут уверен, что каждый из вас продолжит свою деятельность во благо развития нашей правой Карачаева-Черкесии в составе нашей великой страны. В свою очередь спикер республиканского парламента Александр Иванов отметил, что деятельность депутатов шестого созыва проходила в уникальных условиях, захватив и период ковидной пандемии, и более двух лет специальной военной операции в новых российских регионах. Вместе с исполнительной властью была продолжена уже отложенная работа по реализации национальных проектов в различных сферах деятельности. И все это направлено на повышение качества жизни наших граждан. Затем депутаты заслушали отчет председателя правительства республики Мурата Аргунова, который рассказал о результатах деятельности исполнительной власти за прошлый год, начав с мер поддержки участников специальной военной операции. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии принято и действует 43 региональные меры поддержки. В первоочередном порядке мы полностью внедрили федеральные стандарты из 20 мер поддержки. В дополнение к нему, благодаря совместной работе парламента и правительства республики, установили еще 23 региональные меры поддержки. С начала проведения специальной военной операции от членов семей участников СФО мы получили 15 тысяч обращений. Руководитель правительства детально остановился на большинстве направлений, отметив существенные успехи в таких сферах, как агропромышленный комплекс, строительство, туризм и ряд других. Депутаты рассмотрели и утвердили кандидатуру на должность мирового судьи в одном из районов республики. Одобрили изменения в региональные законодательные акты в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная политика. Так, в соответствии с федеральной инициативой был принят закон, призванный помочь с трудоустройством некоторым категориям населения. Данным законом предоставляется возможность детям-сиротам и, особенно подчеркивается, детям с ограниченными возможностями пройти повторное обучение для получения рабочих специальностей, необходимых для наших предприятий и производства. Следующее заседание регионального парламента пройдет уже при участии депутатов седьмого созыва. Артур Махце, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачао, Черкесия. Артур Махце, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачао, Черкесия.